Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Всего 30 дней на то, чтобы отряхнуть город от зимней пыли. Курс на чистоту взяли уже тысячи самарцев. На первых субботниках и средниках потрудилось более 20 тысяч человек. Генеральная уборка официально стартовала 1 апреля, но на практике к ней приступили еще в марте. 11 апреля в Самаре пройдет ставший уже традиционным гагаринский субботник, а 18 апреля общегородской. Однако ждать этих дат, чтобы навести порядок, не стоит, заметил на оперативном совещании в мэрии глава администрации Самары Олег Фурсов. Активную работу по очистке города необходимо проводить каждый день. На раскачку времени нет. Буду в ежедневном режиме контролировать ход этих работ. Прошу вас также этим заниматься. Город мы должны в очень короткий срок привести в порядок. И главы стараются, тоже проезжал, смотрел. Но нужно наращивать усилия. Чтобы генеральная уборка города шла активнее, не хватает рабочих рук. Силами одних только общественников обойтись не получится, отметил мэр. Департаменту потреб рынка поручил активнее привлекать работников торговых сетей. Трудовые коллективы крупных предприятий наводят чистоту на территориях, дополнительно закрепленных за ними. Особенностью этого месячника является то, что промышленным предприятиям, вузам, учреждениям передано на обслуживание дополнительной территории, дополнительной территории в соответствии с поручением губернатора. Благодаря сухой погоде стало возможным провести первый субботник еще в марте. Свой вклад в чистоту города уже внесли более 4 тысяч человек. А 1 апреля на уборку вышли уже больше 10 тысяч. Кроме горожан, в усиленном режиме работают муниципальные предприятия по благоустройству. Но не стоит забывать, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Марина Матвеевшина, Павел Пресняков, События. Затем, как идет уборка на улицах, можно следить в твиттере МП благоустройства. Сотрудники предприятия чистят газоны, подметают тротуары, привозят в порядок посадочные площадки, собирают мусор, в том числе и тот, который самарцы не донесли до урн. Но большинство горожан чистоту Самары берегут и поддерживают. Об этом говорят цифры. Более 10 тысяч человек приняли участие в уборке города в эту субботу. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова, город стали приводить в порядок на две недели раньше обычного. Впереди ставший традиционным гагаринский субботник 11 апреля и общегородской субботник 18 апреля. Все желающие принять участие будут обеспечены инвентарем и инструментами. На уборку города вышли сотрудники крупных предприятий, муниципальные служащие и все неравнодушные жители города. Выходной день сотрудники городских департаментов и районных администраций проводят с пользой. На улице Вольская уборка идет полным ходом. Убирают снег и наледь, собирают мусор. Мы живем в этом городе, потому что мы дышим этим воздухом, потому что наши дети ходят здесь. Поэтому каждый уважающий себя гражданин должен выйти и убрать тот участок, который он считает, что он грязный. Поэтому мы вышли для того, чтобы сделать город наш чище. На этот раз к муниципальным служащим и работникам муниципальных предприятий присоединились трудовые коллективы крупных промышленных предприятий, средний и малый бизнес. С призывом не оставаться в стороне к предприятиям обратился губернатор Николай Меркушкин. Работники шоколадной фабрики убираются на закрепленной территории ежегодно. Подбирают мусор, ворошат снег, который еще не успел растаять. В этом году также наведут порядок в парковой зоне Дубки на улице Георгия Димитрова. Фабрика никогда не оставалась в стороне от нужд города. И тем более, если говорить о Кировском районе, это наш родной район. Мы здесь всю жизнь, мы дружим очень с администрацией, поэтому всегда откликаемся на такие призывы, выходим, помогаем. Кроме традиционных субботников и средников, ежедневно чистоту на улицах областной столицы наводят более 3,5 тысяч работников служб дорожного хозяйства и управляющих компаний. Активнее участвовать в этой работе приглашают и жители города. Работа ведется очень активно, по нашим оценкам. Не менее 10 тысяч человек сегодня вышли на субботник. Мы ожидаем, что активность жителей, предприятий, организации будет нарастать. В ближайшие дни на помощь людям выйдет и дополнительная техника. Уже сейчас в ежедневном режиме на улицах города работают почти 150 спецмашин, в том числе 15 дорожных пылесосов. Как только установится плюсовая температура, на борьбу с пылью выйдут поливомоечные машины. Городские магистрали активно готовят к влажной уборке. Все по правилам домашнего хозяйства. Сначала собрать крупный мусор, затем пропылесосить и только потом приступать к помывке. О том, как идет подготовительная работа, расскажет наш корреспондент. Грязи и пыли эти щетки не оставляют ни единого шанса. Опытный водитель Алексей Сафин управляет уличным пылесосом уже пятый год. Говорит, дороги машины именно чистят, а не просто поднимают пыль в воздух. В щетках есть специальный разбрызгиватель, который и прибивает пыль. Идут пылесосы медленно, но бдительность терять нельзя. Постоянно смотреть надо, чтобы щетки никуда не попали, лишние и посторонние предметы, чтобы не попали, там палки, кирпичи. Подбираем, иначе в шахту может попасть, и забиться, шахта забивает. Вот резину трубу порвать. Посторонние большие предметы убираем. Очищают город от пыли два десятка пылесосов, как большие, так и маленькие, для уборки тротуаров. Причем не только в центре города, но и в отдаленных районах. Как только пылесос заполняет пылью весь бункер, он едет на базу. Пылесос туда заезжает, опрокидывает бункер, выгружает весь тот смет, который он собрал с уличной дорожной сети, там, с тротуаров, тот смет, который пылесос выгрузил, ночью на Камазах выводится на полигоны. У нас заключены договора. Сейчас дороги активно готовят к мойке. Бригады рабочих собирают крупный мусор, а затем по дорогам проходят пылесосы. Такая комплексная уборка городских улиц обеспечит самый эффективный результат. Дышать станет легче, и в город, наконец, придет долгожданная весна. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События. Езда с комфортом. В Самаре на линию вышли новые троллейбусы. 19 машин белорусского производства пополнили парк городского общественного транспорта еще в марте. С сегодняшнего они будут радовать пассажиров внешним видом, большой вместимостью и функциональностью. Подробнее Павел Баймаков. Презентабельный вид, удобные сидения и специальные поручни – только малая часть достоинств новой машины. Благодаря автономному ходу ехать троллейбус может даже при отсутствии тока. Правда, всего 300 метров. Но, по словам водителей, этого достаточно, чтобы при необходимости объехать препятствия и продолжить движение, не отклоняясь от графика. Виктор Морозов о новенькой машине мечтал уже давно. Сейчас не перестает ей восхищаться. По его словам, ехать на такой не только приятно, но и безопасно. Новая машина кардинально отличается от старых образцов. Это плавность хода, плавность торможения. АБС стоит автоматическая блокировочная система, которая не дает машине уйти в юз. И нету боксования. То есть падение пассажиров практически невозможно. Вместимость новой машины тоже радует. Салон рассчитан более чем на 100 человек. Кроме того, проехать в ней смогут и маломобильные граждане. Троллейбус оснащен специальной откидной площадкой. Пассажиры уже оценили качество и удобство нового транспорта. Очень красиво, чисто, опрятно, аккуратно. Приятно, что по нашему родному городу такой транспорт ходит. И очень хорошо. Отлично. Троллейбус очень красивый и хороший. Троллейбусный парк в Самаре пополнился на 19 машин. Ключи от них предприятию в конце марта вручили губернатор Самарской области Николай Меркушкин и глава администрации города Олег Фурсов. Транспорт прошел необходимую обкатку, а персонал – стажировку. Теперь они вышли в первый рейс и будут курсировать по 4, 15, 17 и 20 маршрутам. Новые троллейбусы – это очередной шаг к обновлению подвижного состава пассажирского транспорта. Ранее 82 автобуса марки «ЛиАЗ» на газомоторном топливе пополнили парк пассажир автотранса. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. До изменения системы местного самоуправления в Самаре остается финальный шаг. Новый устав обсудят на публичных слушаниях. Они пройдут 24 апреля в стенах городской думы. Напомню, в соответствии с федеральным законом Самара становится городом с внутрирайонным делением. Глав администрации каждого из девяти районов предлагается назначать по конкурсу, а также организовать на каждой территории советы, куда войдут местные депутаты. Их количество в этом представительном органе будет зависеть от количества избирателей, проживающих в районе. Городскую думу при новой системе местного самоуправления планируется формировать по принципу делегирования народных избранников от районов. Кроме того, каждое муниципальное образование получит свой бюджет. Кругов будет значительно больше, и выборы будут более демократичными, и состав совета депутатов района будет более обширен, и будет находиться непосредственно, в основном, проживать на этой территории или работать на этой территории. То есть будут поддерживать все инициативы людей, в первую очередь. Более 70 молодых специалистов, студенты СУЗов будут соревноваться за звание лучшего в 15 профессиях. В Самаре стартовал региональный этап чемпионата профмастерства по стандартам WorldSkills. Международная некоммерческая ассоциация существует уже более полувека. Основной ее целью является популяризация рабочих профессий, а также повышение профессиональной подготовки и квалификации специалистов по всему миру. В чем сильны жители Самарской области, расскажет наш корреспондент. Мировая квалификация, навыки, умения, мастерство, искусство, ловкость – все эти слова подходят под определение чемпионата WorldSkills. Именно этими качествами обладают его участники. Галина Дьякова на последнем курсе колледжа. Профессия дизайнера одежды девушку привлекает с детства. Говорит, настоящая леди должна быть не только красавицей, но и рукодельницей. Еще в школе начинала шить, участвовала во многих конкурсах. Я считаю, что эта специальность необходима. Всегда найдется работа, всегда можно подобрать себе одежду по фигуре. И вообще будет очень все красиво выглядеть. В чемпионате профмастерства по стандартам WorldSkills в Самаре участие примут около 70 молодых специалистов. Жюри предстоит выявить лучшего в 15 профессиях – парикмахеры, электромонтажники, сварщики, повара и многое другое. Основная цель чемпионата – популяризация рабочих профессий, а также повышение профессиональной подготовки и квалификации специалистов по всему миру. Это профориентационный сигнал для школьников, который показывает ценность труда, который показывает то, что буквально вчерашние школьники уже умеют делать очень профессиональные и красивые творческие вещи. И плюс знакомство, конечно, с новыми технологиями, потому что все компетенции проводятся на новом оборудовании. То есть это совершенно современное всеоснащение. И впоследствии работодатель будет заинтересован принять такого работника, который владеет соответствующими навыками. По итогам регионального этапа WorldSkills победители получат ценные призы и денежные премии, а также возможность принять участие в соревнованиях всероссийского уровня. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. По границам страны СНГ в честь победы. В Самарскую область прибыл кубок пограничной эстафеты Победы-70. Четыре месяца в пути по самым разным городам и селам девяти государств проведут пограничники. Завершится патриотическая эстафета в Москве. Уже 16 тысяч километров по воде, суши, воздуху преодолел кубок пограничной эстафеты Победы по территории России. 5 апреля в Большечерниговском районе его приняли самарские пограничники. Память героев погибших на фронтах Великой Отечественной войны почтили на площади славы уже в столице региона. В кубок увидят тысячи, десятки тысяч человек. И я очень рад, что сегодня здесь в едином строю с пограничниками стоят кадеты, вооруженные силы, молодежь города. Самарская область хоть имеет небольшой участок границы, но тот вклад, который она внесла в укрепление пограничных рубежей, он довольно значительный. Это было и в годы Великой Отечественной войны, это относится и к нынешнему поколению пограничников, которые достойно выполняют свой служебный долг. Стартовала эстафета Победы 2 февраля сразу в двух городах – в Белорусском Бресте и Российском Мурманске. Маршрут пограничников протянется на десятки тысяч километров вдоль государственных границ страны СНГ. История пограничных эстафет начинается в 1936 году. Тогда они были больше спортивные, после Великой Отечественной войны стали патриотическими. Военные отправляются в путь ради молодого поколения. Все-таки это наша история, мы должны ее знать и помнить. Мы должны помнить все подвиги, которые совершили наши ветераны, как пограничники, так и остальные, потому что все внесли свой вклад. В ходе этой эстафеты мы проводим уроки мужества и выставки оружия, занимаемся с кадетами. Ну то есть, тут целый комплекс мероприятий. Выставка боевого оружия и раритетные военные автомобили, чтобы школьники за страницами учебников истории могли увидеть реальные судьбы людей, которые отвоевали мирное небо над Россией. В Самаре участники эстафеты проведут уроки мужества в школах и поздравят ветеранов с приближающимся Великим Юбилеем. Затем кубок отправится в Саратовскую область. А завершится патриотическая эстафета 28 мая, в День пограничников в Москве. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Мы наследники победы. Конкурс с таким названием прошел в Куйбышевском районе Самары. Ученики начальных классов школ и детских садов подготовили более 200 рисунков на тему 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Как современные поколения относятся к подвигу своих дедов и прадедов, узнавал наш корреспондент. Советский солдат уверенно смотрит вдаль. За его спиной развивается ярко-красное знамя. Работа учеников 145-й Самарской школы признана лучшей в конкурсе. Рисунок ученики создавали несколько недель. Он выполнен в технике отрывная аппликация. Небольшие фрагменты и кусочки собирали из старых журналов. Для создания коллективной работы, для участия каждого из нас, поэтому из таких маленьких кусочков, чтобы рука каждого приложилась к этой коллективной работе. Пограничник на посту, солдаты, вернувшиеся с фронта, плакаты со словами благодарности за победу. Всего в районном конкурсе «Мы, наследники победы» приняли участие авторы более 200 рисунков. Воспитанники детских садов и ученики начальных классов рисовали свое видение подвига, который совершили их прадеды. Все рисунки выполнены в разных техниках. Дети рисовали красками, карандашами, лепили из пластилина. Чем раньше у нас дети вникают в подвиг, понимают подвиг их дедов и прадедов, тем это лучше для восприятия того, что у нас творится в мире. Это большой плюс для патриотического воспитания. Авторы лучших рисунков получили призы и памятные подарки от районной администрации. Организаторы обещают, конкурс «Мы, наследники победы» станет ежегодным. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. В Самаре впервые прошел весенний фестиваль ухи. Традиционный конкурс кулинарного мастерства уха на рыбалке в этот раз приурочен к выставке шоу «Рыбалка, охота и активный отдых», которая открылась в экспо «Волге». Конкурс организован совместно с Самарской гильдией поваров. Как поймать удачу, если не на крючок, то хотя бы за хвост и порадовать близких отменной ухой, узнавала Анастасия Зубарева. На пути к исключительно русскому национальному первому блюду гурманам приходится распрощаться и с любимыми борщами, и с солянками. Однозначно славянские корни сквозь историю принесла уха. Ей на этом кулинарном празднике уважение и почет. Уха – это обед рыбака был. Поэтому и как он ее готовил, из чего он готовил, что было, то и готовил. Главное, чтобы была опять-таки вода, рыба, соль, все. Остальное, сейчас ее, конечно, везде готовят и с креветками, и с морепродуктами, и синюю уху, есть такая уха тоже, там добавляют чернила, каракатица. В жюри конкурса «Волжская уха» профессиональный шеф-повара, но главные судьи – зрители. Уж кого точно не проведешь, так это тех, кто часами готов просидеть с удочкой, терпеливо ожидая сигналов от поплавка. И все ради того, чтобы отведать ароматного супа с дымком. Пришла поболеть за подругу Юлию Кудинову. Уха шикарная, но я пока только попробовала. У команды зеленых фартуков хочу попробовать и другую уху, чтобы сравнить. Уха ароматная, очень вкусная. Несмотря на то, что солнышка нету, все равно все улыбаются и очень солнечное настроение. Победители определили всенародным голосованием. В Самарской гильзии шеф-поваров обещает, Самару в этом году еще ждут летние и осенние фестивали кулинарного мастерства на открытом воздухе. Анастасия Зубарева, Максим Гусев, События. Российский союз автостраховщиков приступил к ежедневному мониторингу продажи полисов ОСАГО. Центробанк будет понижать ключевую ставку по мере снижения темпов инфляции. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Российский союз автостраховщиков приступил к ежедневному мониторингу продажи полисов ОСАГО. Контроль будет осуществляться по трем основным направлениям. Доступность заключения договоров страхования, отсутствие фактов навязывания дополнительных продуктов и создание условий, исключающих возможность застраховаться из-за чрезмерных требований к процессу заключения договора страхования. С членами Союза и территориальными подразделениями РСА теперь будут проводиться разъяснительные работы. Для граждан расширены возможности для подачи жалоб и обращений в Союз. Кстати, сейчас застраховать машину практически невозможно. Страховщики специально затягивают процесс, дожидаясь повышения, который произойдет 12 апреля. Центробанк будет понижать ключевую ставку по мере снижения темпов инфляции. Сейчас она находится на уровне 14%. Ожидается, что к концу первого квартала 2016 года инфляция замедлится до 9% годовых. При этом в Банке России отметили, что нынешняя ситуация в экономике оказалась менее пессимистичной, чем предполагалось ранее. Базовый сценарий развития экономики России, который подготовил Центробанк, предполагает, что в 2015 году индекс потребительских цен не приступит к границу 14%, а в следующем году 7,5%. Цель Центробанка – достичь 4% инфляции в среднесрочной перспективе, то есть к концу 2017 года. По-моему, проще Марс освоить, чем с нашим Центробанком инфляцию снизить. Турецкие власти окажут поддержку туристическим агентствам в размере 6 тысяч долларов за каждый чартерный рейс, осуществляющий перевозку российских туристов в Турцию в апреле-май. Для получения поддержки туристическое агентство должно подать заявку в Генеральную дирекцию по инвестициям Министерства культуры и туризма Турции. В 2014 году Турцию посетило более 4 миллионов граждан России, однако количество отдыхающих в Анталье россиян за первые два месяца 2015 года сократилось на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Российский фондовый рынок открылся в понедельник повышением котировок. Индекс ММВБ подрос до отметки 1688 пунктов. Лидеры роста – акции Мичелла, Ростсетей, ФСК ЕС и Интеррау. Среди лидеров падения – бумаги Пик, Солерса, Дикси и Черкизова. Российский рынок открылся на фоне негативной динамики фьючерса на американский индекс S&P. Курс доллара на 6 апреля – 56 рублей 75 копеек. Курс евро – 61 рубль 73 копейки. Золото стоит 2186 рублей за грамм. Серебро стоит 30 рублей 73 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent – 56 долларов 69 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарские их смены – призеры всероссийской регаты. В финальной серии плей-офф российской хоккейной лиги военные летчики горят 0-2 от Ростова. Самарские экономисты – единоличные лидеры баскетбольной суперлиги. В очередном матче Суперлиги Самара СГУ победила Ревдинский темп, хотя первая четверть осталась за гостями. Ведь они сражаются за попадание в плей-офф, а Самара – первый номер кубковой серии. К большому перерыву картина кардинально изменилась и уже экономисты вели в счете 15 очков. Дальше больше. С каждой минутой преимущество самарцев росло и к финальному свистку счет был 60-58 в их пользу. Эта победа с учетом других матчей Суперлиги позволила экономистам впервые единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата страны. Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли второй матч подряд в гостях у Ростова. Опять в овертайме и снова со счетом 3-4. Доминировать в игре начали ростовчане. Они первыми реализовали голевой момент. Но военных летчиков это не смутило, и они вышли вперед 2-1. Одну шайбу забросили даже в меньшинстве. Перед решающим периодом ЦСК ВВС вел 3-2. Но в концовке встречи большинство реализовал Ростов, и судьбу матча решил овертайм и ростовчанин Савинов. Сейчас впереди по играм Ростов 2-0. В четверг финал российской хоккейной лиги приедет в Самару. Для победы в чемпионате страны нужно выиграть три матча. В Севастополе прошла всероссийская регата на призы командующего Черноморским флотом. На счету Самарской флотилии 4 медали. В классе «Оптимист» первое место занял Дмитрий Лоздин. Среди младших девочек серебро у Алены Суховой. Ее успех повторил сверстник Вячеслав Рожков. Бронзой в классе «Зум-8» отметилась Галина Павлова. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин